Путь воров в законе бывает самым разным. Чаще всего криминальный авторитет стремится добиться статуса смотрящего и власти в своем регионе. Бывает, что он трагически погибает, все время проводит в тюрьмах или связывает свою жизнь с приемом наркотиков, что заметно отражается на его состоянии здоровья. В редких случаях криминальный авторитет встает на правильный путь и отходит от дела. Абсолютно выпиющий случай произошел с Васей Питерским, который после долгих лет совершения карманных краж и жизни за решеткой решил стать священником. Карабаш Василий Васильевич появился на свет 13 апреля 1960 года в городе Петропавловск. Никакой другой судьбы, кроме как скитания по тюрьмам, для него предугадать было невозможно, так как с самых ранних лет он занимался карманными кражами. Из-за этого он неоднократно был задержан правоохранительными органами и попадал в следственный изолятор. В молодости переехал жить в Санкт-Петербург. Во время отбывания наказания в исправительной колонии в 1993-м был коронован воры в законе. Есть мнение, что на достижение им этого статуса повлияло его знакомство с криминальным авторитетом дедом Хасана. После выхода на свободу еще несколько раз Васей Питерский оказывался в местах заключения. Каждый раз он позиционировал себя как отрицава, отказывался выполнять общественные работы и жил всегда по понятиям. Постепенно его круг влияния продолжал разрастаться. Василий жил не только в Санкт-Петербурге, отчего и произошло его прозвище, но и часто ездил по другим городам страны, где постоянно заводил новые знакомства. Одним из его приятелей оказался вор в законе по прозвищу Джем. В 2001-м появилась информация о причастии Карабашева к приему наркотических средств. С дозой он был задержан в Карелии в 2001-м, но ответственности на этот раз для него не наступило. За отсутствием доказательств он был отпущен на свободу. Чуть позже поймал передозировку психотропными веществами, при которой его нашли местные монахи и спасли. Долгое время его уберегали в монастыре. Васей Питерский решил, что его исцеление монахами было не простой случайностью, а знаком свыше, что заставило его изменить свои взгляды на жизнь и понять. До этого времени он существовал неправильно. Это послужило поводом для того, чтобы он изменил свою жизнь и навсегда остался пребывать в монастыре Карелии. По этому поводу, конечно же, состоялась ходка, на которой было принято решение, что вор в законе никаких правил кодекса не нарушил, поэтому раскоронован он не будет. Но позже он сам решил заявить в песненном виде об отказе от криминальных дел, после чего было принято решение, что Васей Питерский больше не вор. Это событие вызвало противоречивое мнение у сотрудников правоохранительных органов. Они посчитали, что вор в законе специально начал косить подсвященника, для того, чтобы избежать ответственности. Несколько раз подряд его задерживали, но каждый раз им не удавалось найти что-то, указывающее на запрещенную деятельность, поэтому обвинения с криминального в третье это были сняты. В настоящий момент Василий Карабашев продолжает вести законопослушный образ жизни и с 2016 года является настоятелем храма в деревне Сторожном.